И у тебя маленькая писька? Да! Да! Бинго-бонго и джимбо-джамбо, зайки! Долгий перерыв не пошел на пользу, да? С шоу, с Сережей, микрофон. Слушай, каждый переживает кризис среднего возраста как может. Я так чувствую. Йоу, ребята, привет! Наконец-то, да? Прикиньте. Что происходит? Папочка сегодня ведущий. И не с Сережей микрофон, разумеется. Вы что, что тупите-то? Не тупите. Не тупите, зайки. На мероприятии. Потому что ваш кумир, СИО, транснациональной корпорации Big Numbers, еще и охрененно ведет, понимаете? Я веду мероприятия, а между делом, пока играют очень известные музыкальные коллективы, типа пассаж, щит, и прочее, я буду ходить и стараться сделать контент для моего YouTube-канала. О чем я буду сегодня снимать, ума не приложу. Скорее всего, просто поговорим, кто какое плохое дело сделал за год. Потому что концепция праздника, Новый год наоборот. Во-первых, мы сегодня встречаем Новый год здесь, 14 декабря. Fuck you правила, fuck you система. Неудобно показывать fuck you с этой штукой. Fuck you система. И дед Лоусон, который исполняет желания, делает все наоборот. Он плохой сам, понимаете? Плохой Дедушка Мороз. Поэтому, наверное, будет логично поговорить, что плохого люди сделали за год. Самое дерьмовое вообще событие, самый дерьмовый поступок за год. Нормально все? Валя, кстати, привет! Ты ждал, да? Я давненько этого не делал уже. Давненько я не снимал. Сережа, микрофон обычный. Выпуск. Короче, пойду на сцену вести. Валя снимет. Сегодня тут и Даня на подхвате. Вся транснациональная корпорация в сборе. Ира стоит. И она, возможно, выдуманный персонаж. Мне даже нравится эта идея. Что я как Коломбо с его женой. И никто не знает, есть жена или нет. И нет, Ира не моя жена. Да что же я говорю такое? Короче, все, начинаем. Спасибо, ребята, что подождали. И все, люблю вас. Йоу! Чики-пи-барум. Пока я тут вел, уже стемнело. Мы на главной площади праздника. Здесь молодые люди. Сейчас ответят на наши вопросы. На вопросы моей передачи. Привет. Привет. Я Сережа. Как тебя зовут? Гарик. Гарик? Да. Как тебя зовут? Елена. Ты не очень рада тому, что происходит. Вы нелегально вместе? Нет, мы вполне легально. Ты уже выкладываешь его в Инстаграм? Конечно. Не закрываешь лицо, лицом котика? Нет, он мой друг. Я тоже ее отмечу. Все нормально, все хорошо. Мы сегодня говорим о том, что плохого ты сделал в уходящем году. Не что хорошего, типа не был ли ты хорошим мальчиком, а что плохого ты сделал. Прям не гордишься. Это надо подумать. Подумай. Первое, что пришло в голову. Ну я пил много, мне кажется, это плохо, наверное. Да? Вот. А что такое? Что тебя терзает? А почему ты пьешь? Водку люблю. Ну вот как бы. Не что ты пьешь, а почему ты пьешь? А почему я пью? Эй, внутренняя боль, расскажи мне все. Ну понимаешь, Сереж, ну пить, это весело в целом. Да. Я не пропагандирую алкоголь. Но просто алкоголь это всегда весело. Да. А ты любишь веселье? Я обожаю веселье, иначе зачем бы я сюда пришел? А без него никак? Ну, нет, кстати, один раз я потусил трезвый, но... О-о-о-о! Да, ты прикинь. Сумасшедший! Реально, я вообще был в шоке, реально. Но... Ты псих, ты псих. Мне понравилось, мне понравилось. Ты крэйзи. Может, в следующем году я попробую не пить, но... Может, потусишь дважды уже? Да, да. Привет, бро. Как тебя зовут? Вальдемар. Вальдемар? Во-первых, чувак. Чувак. Испаньолка. Матерь божья. 93-й год. Снова в моде. Это круто. Как дела? Нормально. Я спрашивал уже, как дела, да? Что? Я уже спрашивал, как дела? Нет. Хорошо, я обычно 3-4 раза спрашиваю. Как дела? Нормально. Хорошо, у меня такое бывает. Есть что-то, с чем ты не гордишься? Блин, прям... Дрянь какая-то вот произошла. Поработал... И свалил оттуда, слава богу. Как долго ты работал? А, 3 месяца. Кто-то успел сделать. Все, что угодно. Я журналистом там был. Ну, я думаю, что сегодня людям будет тяжело переплюнуть твой плохой поступок. Ну да, это максимум, учитывая, где мы живем. А ты сатана. В церковь ходишь? Нет, конечно. Может, надо бы походить чуть-чуть? Раз в неделю. Отопью грехи. Отопьешь? Да. Ты неправильно понимаешь, как работает церковь. Я не знаю, как работает церковь. Там натыкается. Следующая песня по... И не пить. Тогда я не пойду туда. Ладно, все, проваливай. Я Сережа. Скоро пишу Андрей. Нет, я просто думал, что это и не Леша, и не Андрей. Да. Так сразу, как бы, какие-то другие ассоциации. Я дед Лоусен. Нет, что-то более азиатское, блядь. Да, давай тогда ли. Ли! О, ли, да! Е-е-е-е! Это сразу сериотипы! Е-е-е-е-е! Как кунг-фу? Нет, у меня не кунг-фу, у меня муай-тай там, типа. Муай-тай, да, кунг-фу? Кунг-фу, нет, это немножко Япония. Да, да. Суши с утра ел? Суши, ну да, да, ел. Что там? И там еще, как его, кальмары, креветки, печеньки. Что там еще? Ты плохо водишь, ты плохо водишь, и у тебя маленькая писька? Да! Е-е-е-е-е! Андрей? Андрей. Андрей? Андрей Ли. Вот так вот, да. Андрей Ли, Андрей Ли, ты? Прикольно, да. Андрей Ли. Андрей Ли, Андрей Ли, скажи мне, пожалуйста, что плохого ты сделал, самое плохое сделал в уходящем году? В этом уходящем году, да? Я думаю, что ничего, наверное. Ну, было что-нибудь там? Ну, может быть, пожалуйста. Не гордишься чем-то? Проехал на красный. Сука! Вот, да, да. Рискнул не только своей жизнью, но и жизнью. Очень, очень за это как бы переживаю. Почему ты проехал на красный? Что случилось? Потому что не хотел давить бабок, пришлось проехать заранее. Нет, если ты не едешь на красный, ты никого не давишь. А, а, здесь наоборот, да? Ты действительно плохо водишь! Чертовы азиаты! Ладно, бро, ты классный. Спасибо. Хорошо, хорошего дня. Сережа, я хочу тебе кое-что сказать. Да. Когда вы с Володей Марконе делали письмошную, я был, наверное, в начальной школе, и я отправил вам, я слепил тебя, я слепил его из пластилина, и я слепил писикака. И отправил вам почтой. Так начинается обычная история маньяков серийных. Серийных. Мне отправили ее обратно. Для маленького мальчика это было очень больно, и это было очень тяжело. Подожди, ты маленький мальчик, нам, кумиром, слепил нас с пластилиновых. И писикака. И писикака еще, нашего героя, да, который мы придумали, послал, и тебе прислали это обратно? Я писал Володе на стену, он мне что-то отвечал, я безумно, мне кажется, я даже плакал, потому что вы мне отвечали, вы были для меня всем. Скажи, пожалуйста, то, что они вернулись обратно, это был травмирующий опыт? Да. Что-то, может быть, пошло не так в своей жизни после этого? Да, не особо. Не особо, надеюсь. А почему вернулась обратно, ты знаешь? Потому что никто это не забрал на почте эти. А ты по правильному адресу отправил? Сто процентов. Мне помогали родители. Блин. В каком году это было? О-о-о-о. В девятом, наверное. В 2009. Может, больше. Я не помню точно, я был в начальной школе. Прикинь, чувак, я сегодня спрашиваю у людей, самый плохой поступок в этом году. Вот за 2009 год это самый плохой поступок. А почему мы не забрали какого хера? Чувак, серьезно, я не знаю, что случилось. Ну? Это полная лажа. Пожалуйста, слепи новых. Хорошо. Ира, сейчас, я сейчас дам тебе телефон менеджера Ирины, и ты лично ей пришлешь Илью Огурцова, Анатолия Шмеля, Писикака, окей? Хорошо, да. Ты не разучился лепить? Нет, нет, нормально, да. Может быть, ты выкинул в тот день пластилин и больше никогда не лепил? Нет, нет. Я продолжал. А ты думал, что ты скажешь, когда встретишь нас? Вообще, бля, я... Помнишь меня я лепил? Да. Не помнишь, потому что ты не взял, сука? Да. На тебе. Примерно так. Я на самом деле очень часто пытался найти тебя, потому что Сережа микрофон, и я смотрю, и я бродил по тем местам, и такой думаю, где же ты, бля, где же ты? Да, это так мило, охренеть. Чувак, чувак. Так, вот что. Я тебе дарю акцию транснациональной корпорации Big Numbers. У нас официально закончились все 100 штук, которые мы выпустили. Я тебе отдам свою. Бро, их больше не будет. Я даю тебе свою акцию. Правда? Да. Ничего себе. И прикинь, я тебя сейчас снова обману. Вау. Приду в себя. Это очень эмоционально. Привет. Я Сережа. Как тебя зовут? Женя. Женя. Иди сюда, иди сюда. Серега, привет. Привет. Как тебя зовут? Павел. Я сначала с Женей поговорю, потом с тобой. Хорошо? Ты пока порассматривай других женщин, пока я ее отвлекаю. Хорошо? Он рассматривает других женщин, пока я тебя отвлекаю. О, это замечательно. Да? У него есть как бы нормальный повод. Смотри. 2019 заканчивается? Да. Начинается 2020. Вот и молодец. Так держать. Смотри. Я сегодня спрашиваю о самом плохом поступке за прошлый год. Самый плохой. С ним замутило? Нет. Нет. Аборт от него? Что? Нет, нет, нет. Что? О чем? Нет, нет, нет. Я не знаю, не помню. Не помнит она. Ну, а вдруг он посмотрит? Это то, о чем я думаю? Да, и сменила? Конечно. С кем? Тренер? А? С кем? Нет, нет. Его друг? Нет. Твой друг? Мой друг. Кулачок? Ни хрена себе. Он не знает? Нет. А мы ему не скажем, да? Нет. Супер. Пойду с ним поговорю с дурачком с этим. Не надо. Прикинь. А кажется, что он изменял тебе тоже. Так не говори ему. Кто в этом вас лучше не знает? Мы не говорим. Хорошо. Я не скажу. Нет, могила. 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 Привет. Как дела? Хорошо, а? У тебя женщина просто святая. Реально. Идеально лучше. Я знаю. Самый плохой поступок в уходящем году? Твой. Нет, я не совершал плохие поступки. Все. Да не может быть. Есть что-то, чем ты не гордишься. Ну, что-то вот. Бабушку сегодня с утра не перевел через дорогу. Она стояла такая. А я мимо прошел. Спешил. На встречу со святой женщиной. Со святой женщиной? Да. Хорошо. Покажи ее. Ты молодец. Она святая, она лучшая. Да. Идеальная. Это самый плохой поступок? Да. Может, я тоже святой. Знаешь, она тебя не заслуживает. Да? Я не могу сказать, почему. Я не могу сказать, почему, бро, но она тебя не заслуживает. Просто. Окей. Привет. Здрасте. Михаил Шац у меня здесь. Сережа и микрофон. Михаил, вернется ли в эфир? Забыл. Не могу импровизировать под этот панк-рок. Какая у Шац была самая известная программа в прошлом? Не смотрел Шац. Я вообще телевизор не люблю. Я хотел смешно пошути, что ты Шац, вспомнить программу. Но играет панк-рок самая худшая музыка на свете. Мне нравится панк-рок. Тебе нравится панк-рок? Да, я обожаю панк-рок. Сейчас выступала полчаса назад группа Супер Козлы. Да, я люблю. И пела песню Погладь меня, я член. Ну, так это просто песня. Это не просто песня, это диагноз, чувак. Ну, не. Я не узнал, как тебя зовут. Иван. Иван. Не Михаил? Нет. А фамилия из трех букв? Нет. Тогда неинтересно. А, скажи мне, пожалуйста, самый плохой поступок твой в уходящем году? Ты можешь вспомнить, чем ты не гордишься? Я делаю только хорошие вещи. Только добро, только мир. С другой стороны, я понимаю, почему ты так делаешь. Ты слушаешь панк-рок, ты перед Богом искупаешь. Господа, больше слушайте панк-рок, делайте добро. Никогда не слушайте панк-рок. Панк-рок, сотрите, пожалуйста, со всех девайсов. Нет. Давай послушать панк-рок. Невероятная музыка. Спасибо, Михаил. Пожалуйста. Подожди, сейчас вспомню, сейчас вспомню. 33 квадратных метра. Был такой? Да. 33 квадратных метра. Когда вы вернете, Михаил, эту передачу? Лучше поздно пошутить, чем не пошутить вообще, а? А, уделал тебя здорово я. 2019 год, помнишь хотя бы в общих чертах? Ну да. Нормально, да? Ну, там, с девушкой расстался там. Подожди, а что я тебя жалею? Может, это твое было решение? Да, в целом нормально. Чье было решение это было? Ее. Обидно, да? Ну, так. Кстати, всегда расстаются только девушки. Мужики не расстаются. Они до последнего тебя. Ты страдал весь год? Ну, полгода примерно, а потом нормально. Давай мы тебе женщину здесь найдем. Нет, не будем. Не будем. Она подойдет скоро. Она подойдет? Вы остались друзьями? Ну, другая, да. А, другая? Да. Покажем ей другую. Посмотри, какая. А, не ты. Ладно, не будем. Зря я эту тему, наверное, зовем. Ну, ладно. Ладно, ладно, все, все, забыли, забыли. Забыли, забыли. Я, че подошел-то? И спросил, что ты, помнишь ты прошлый год или нет? Самый твой плохой поступок за прошлый год. Не из-за неволей вы расстались? А, так. Самый плохой, но мне не сходил. И отсидел. Ну, так получилось странно. Просто я стоял, и меня взяли. И ты вышел? Ну, конечно. Да нет, нормально, там, хорошие ребята, книги почитал. Все нормально прошло? Да. Да, просто отдохнул от детей, там, от всех. А что, думаешь, что ты плохой поступок сделал? Слушай. Нет, это нормальный поступок? Да. Плохой поступок какой-то сделал, которым ты не гордишься? Ой, не горжусь. Так, слушай. Да я красавчик в целом, нормально. Как бы, ну. Надо перестать говорить с мужиками. Все мужики врут только вперед. А рекламировать? Да я идеален. А рекламировать себя можно? Пожалуйста. Инстаграм, медиа слава, просто, ну вдруг. У тебя и так уже есть женщина новая, куда тебе? Да я просто общительный человек, люблю людей, поэтому. Все, хорошего вечера. Давай. Давай, бум. Что-то как-то у нас сегодня с политикой много связано, как бы, как-то получилось, интересно. Почему? А, пойду-ка я отдохну, покрею нос. Валя все время мне показывает. Опять эта капелька сопли, опять все время висит, мать ее, так. Невозможно. Почему у меня нос так устроен? Почему нет соплиотвода никакого? В сторону, не знаю. Люблю с ним Асим, который не подкаст, тоже. Не забыл про него. Понимаете, мне просто нужно отладить подкаст. Мне нужно, чтобы он на рельсе встал. Там так все сложно. А-а-а. Два часа в 4К. А-а-а. На четыре камеры. А-а-а. А еще всякие аудиоверсии и так далее. Я не забыл Сим, я люблю его, буду делать, будем улучшать его. Всякие есть муточки, но у меня уже и планы. Так, я пойду по виду на сцене и к вам вернусь. Ребята, это Илья. Илья, смотрите, Илья не солист никакой группы, хотя вы наверняка подумали, о боже, суперзвезда, откуда я его знаю? Неоткуда. Посмотрите, просто чувак, король, ты король. Кто тебя одел? Да я сам как-то одеваюсь. Охренеть. Смотри, смотри, если я вдруг узнаю, что это просто случайно у тебя так получилось, я тебе запрещу в другом ходить, понял? Хорошо. Это постоянка, могу так сказать. Чувак, во-первых, как бы зима, а ты в соломенной шляпе. Но. Вау. Вот, пол спасает. Не, 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 убери. На хер надо. На хер. Посмотрите. Не, 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 не. Все, а сейчас все цыпочки твои. Понимаю. Чувак, ты невероятен. Какого хрена ты на подхвате у какой-то группы? Ну, я бросил учебу, мне 19 лет только исполнилось. И знаешь, я как-то много где подрабатываю. То есть как-то... Немедленно открой группу. Хорошо. Ты знаешь, собери талантливых людей, если ты бездарь. Собери талантливых людей, они просто вокруг тебя будут играть, а ты просто будешь стоять вот так. Вот как ты сейчас стоишь. Слушай, это да. Ты из города Киров? Из Кирова. Я из города Кирова. Как так получилось, блядь? Ну, вот в Москве страна маленькая, видишь. Нашлись тут. Да не в этом смысле. Как это возможно было в Кирове? Не знаю, слушай. Мне пришлось оттуда уехать, чтобы стать таким, понимаешь? В Кирове все в черном. Всегда все в черном. Все в черном, в шапках. Все всегда. Слушай, абсолютно интересная кировская херня. Так. Ты замечал, сейчас ты скажешь, точно, чувак, смотри. Если идет мужик с женщиной, и это не подростки какие-то, а они типа живут вместе, то в Кирове правило такое. Значит, мужик должен быть как полный абсос. Он должен идти в куртке. Даже если это, ну, дорогая одежда, она должна быть плохая. От него должно быть ощущение грусти. Почему? Почему? Потому что рядом должна идти женщина. Роскошная, да невероятная. Почему это? Чтобы было видно, что он все свои деньги отдает ей. Да? Ты прав, ты прав. Так и есть. Какого хрена, если вы не любите туризм, вы его полюбите, поезжайте в Киров и посчитайте пар, где мужик идет как полный абсос, хотя у него есть деньги, это дорогие вещи, они просто плохо сложены. А рядом идет вся в блестящем, с огромными нарощенными волосами, вот отсюда, волосами, вот с такими ногтями, вся блестящая и все вокруг такие. Хорошая пара, видно, что он все ей отдает. Это факт, так и есть. Клево вам тебе давать интервью, да? Приятно. Я все сам делаю. Ну, только потакиваю. Смотри, абсолютно очевидно, что ты идеальный человек, но вдруг за 2019 год ты сделал какой-то плохой поступок. Было такое? Таких нету. Я наоборот за 2019 изменился, я тебе могу так сказать. К лучшему, да? Не было ни одного плохого поступка. Когда ты выпивал в 18 лет, но здесь вот поступков... Выпивать это поведение, а поступок один. Я думаю, не было такого. Ты знаешь, тебе я верю. Ну, иисус, долго никого, мы с тобой. Мы с тобой. Знаешь что, я тебя патентую. Да, хорошо. Я тебя покупаю. Я тебе напишу песни. Какой стиль, скажи? Рок-н-ролл какой-нибудь. Рок-рок. Блюзовый, может быть. Невероятно какой-нибудь в стиле Джек Уайт. Типа такого. Чувак. У меня на трамках должна быть только женщина, моя жена. А у тебя жена? Нету. Но у Джека Уайта из вас тратист. Я подумал, бедная, у нее сердце. Как она может тебя отпускать куда-то? У меня нет. Короче, все, договорились. И я тебе запрещаю по контрактам переодеваться. Хорошо. Хорошо? Только менять рубашку на более другую. Да точно такую же, только чистую. Хорошо. Все, договорились. А Илья, альбом его я напишу. Зуб даю. Спасибо. Давай, бро. Знаете, в чем проблема в моем идеальном, как Илья, мой будущий музыкант? Подкасте. Сережа, микрофон. Дело в том, что я там не говорю тру зайки, я там не говорю альфа поведение и Далай Ламинг, потому что эта фигня вот принадлежит Сереже и микрофон обычному. Как приятно вернуться к этим словам. Ребята, альфа поведение, смотрите, ни хрена не видно, темно. Ночь, смотрите, ночь. Я иду в тонированных очках. Тонировка против солнца, понимаете? Любой сосунок может надеть очки, когда солнце. Но зачем? Когда можно показать, кто тут папочка, понимаете? Да, альфа поведение, спасибо. Привет, бро, как тебя зовут? Рустам. А ты тут, ты ФСБ? Да, да. Серьезно? Да. Ну, а как там? Я тоже ФСБ. Ну, тогда ты знаешь. Ну, конечно, я потом в их идеи подошел. С какой целью интересуемся? Когда там в собрании наших ФСБшников? Я вот сейчас на него иду. ФСБшников? Да, а ты что-то стоишь? А я с него иду. А, ну все, тогда я побежал. Нам тебя все ждут. Спасибо. Давай, давай, давай. Да. Селфи можно? Можно селфи. Здравствуй. Антон. Сережа. Странная беседа. Почему? Сначала нужно быть Антон, Сережа, а потом можно ли селфи? Я Антон. Так, Антон, заслужил селфи. А как это? Смотри, опа, не достанешь. Ну, ты высокий, конечно. Ну, вот именно. Поговори со мной. Давай. Ты как пьяный человек такой, представь, поговори со мной. Я не пьяный, я отрезаю. Я про себя, блядь. А, ты пьяный? Не знаю. Ну, что, из Перми, что ли? Нет. Странно, разговор также складывается пока. Я в Москве живу, но из другого города, из Воронежа. Из Воронежа. Я говорю, что я как пьяный человек, пристаю к людям. Поговори со мной. Ты что, не понимаешь ты меня? Все, я все, я понял. Все, давай говорить. Сколько тебе лет? 33. 33? Да. Смотри. Смотрю. О, здорово. Неплохая импровизация. Все, ладно. Круто. Все, ладно. Вообще. Ладно. Самое плохое твое поведение в этом году? Что ты сделал самое отвратительное? Самое. Может быть не хотел, так получилось. Самое плохое. Ага. По-моему, я был хорошим. А-а. Короче, все мужчины ужасных. Вот сейчас я что-то с мужиками разговариваю. Сейчас подойду к девочкам, они все правду скажут. Все мужики себя так идеализируют. Я? Я великолепный, я такой здоровский. Поэтому мы так плохо живем. Я пытаюсь вспомнить сейчас вот, серьезно, что я сделал плохого. И вот, честно говоря, я вот прям не могу вспомнить. Конечно, это идеальный. Я, не, я не конечно скажу, что я идеальный, но. Валя, ты видишь это, да? Ни хрена себе, камера не передает, да? Вау. Костная у тебя кофта. Ой, ты перевел разговор, я забыл о чем мы с тобой говорили. Нифига себе, мастерский НЛП. Ладно, давай, давай, что тебе не добьешься. Сейчас, сейчас. Самый свой плохой поступок в уходящем году, вспомнишь? Самый свой плохой поступок? Ой. Давай, 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 давай. Смотри, если не скажешь ты, скажет он. Очень сильно напилась в клубе и... Вела себя плохо? Да, да. Ночь с незнакомцем? А почему нет? Ну, тормоза хоть какие-то еще там остались. Да? Да. Ударила кого-то? Нет, нет, ни в коем случае. Испачкала? Испачкала. Да, да, да. Но. Как это круто было? Стало легче сейчас? Сказала об этом? Нет, не стало еще? Хуже стало, да? Да, я так себе психолог. Ну, спасибо. Что я говорил? Видите, девочки все честные. Все пацаны, знаешь, мне говорят, я такой идеальный, не, что ты, на полном серьезе. Аааа. Так я, я вообще не припомню. Нет, это не бывает. Слушай, а ты уверен, что тебе сюда можно? Конечно. Тут алкоголя много. Ничего страшного, я чай сегодня пью. А, да? Да. Ты сделала выводы из своих ошибок? Естественно. Супер, спасибо. Здрасте, как вас зовут? Я хочу с вами фигурить. Нас? Нас не запомнили. Сначала. О, нефая, я что? Я что, что было дальше, что ли? Нифига себе. Вот это юмор. Вопрос такой, ты вот так на меня смотришь, вот так. Телом сделала, реально, вот так. Извини, пожалуйста, потому что я уж усугублю. Самый паршивый твой поступок за 2019 год, только будь честна, пожалуйста. Меня хотели... Да? Меня хотели обмануть на бабке, в итоге я тоже обманул человека, отомстил. Подожди, 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 тут очень сложно все. А, давай так, ты обманула человека? Он хотел обмануть меня, а потом я обманула его. Так он обманул тебя? Или хотел тебя обмануть? Он хотел меня обмануть. Откуда ты знаешь, что он хотел тебя обмануть? Может быть, ты неправильно поняла? Ну, это сто процентов, сто процентов. И ты все разыграла так? Да, да. Вот это, вот это настоящая игра на два хода вперед, да? Да, просто просчетливая. Ты потом подошла к окну, сделала руки вот так вот. Ребят. Ха, смеялась как злодей? Я смеялась на весь офис просто, как ехидна какая-то. Что же тебя обмануло? Он попал на бабки? Да. Но если бы он не пытался быть плохим с тобой, ты бы так не поступила? Нет, нет, ни за что, ни за что. Блин, так и хочется знать детали. А ты пустила в ход коварства? Да, пустила. Подожди, ты из тех женщин, которые как бы кажутся миленькими, но на самом деле не хер связываться. Нет. Бро, беги. Я понял, понял, я. Наверное, беги. Хорошо, что она не с тобой. Да. Я тебя боюсь. Нет, не бойся, у нас одинаковые шубы, и это контент просто от бога. Да, они абсолютно одинаковые. Посмотрите. Ну, структуру. Разница структура теперь уже началась. Привет. Привет, я Трузайка. Оу, шеееееее. Это первая, первая. Первая. Первая партия была. Нифига себе. Ребята, я уже запутался, какого черта мы выпускаем. Сайт bignumbers. РФ. О, да. Если вы хотите стать Трузайкой, вам туда, у нас там много всякого дерьма, покупайте. Расскажи мне, как стать Трузайкой, как ты это понимаешь? Во-первых, нужно смотреть все, все, что происходит с тобой. Это начиная от Риотов ТВ, заканчивая подкастами. Это очень клетавая, крутая штука. Спасибо. Правда, спасибо тебе большое. Я смотрела Риотов ТВ в детстве. Сейчас работаю на телевидении, только благодаря тебе. Серьезно? Да. Извини. Ну, что ж, что ж. Что ж. Выгребная яма телек. Да, я начиналась тоже в оригинальном телевидении. И мы делали все то же самое, только на серьезных щах. Одно по-другому нельзя. Одно по-другому нельзя. Так вот, как стать Трузайкой? Нужно смотреть все, что ты делаешь и покупать все, что ты производишь всякие. Не обязательно. Хоть что-нибудь. Сделайте поступок. О, щит. О, щит. Ты никого не заставляешь, пистолет не наставляешь, правильно? И ты никому не начальник. Ну, кроме Вали. Вот. Но, если вы хотите, то вы знаете, что делать. Кайф. Ты классная. Спасибо. Смотрите, у меня вот зрители, Сережа, микрофон, особенно Трузайки лучшие на свете. Знаешь, меня что бесит? Так. Когда меня называют Трузайкой. А-а-а-а! Ни хера не понимаете. Я не Зайка. Зайки и те, кто смотрит, Сережа, микрофон. И те, кто особенно помогает рублем, да, нам, в нашей команде. Ну, не только рублем, можно и чем-нибудь другим. Чем еще? Нарисуйте нам что-нибудь, пришлите, мы будем рады. Да, мой муж прислал тебе заставку 4К. Я ее использую? Да. Кайф! Нифига себе, да? Да. Ты еще брал у него интервью тоже. Вот, да. А, это было в доме литера... Нет, это было... В этом всего электро-электро-хрени... На Эсквайре. Да, да, да. Или на ЖКью, не помню. Короче, вопрос, быстро. И мне пора бежать на сцену, вести что-то. Самый плохой поступок твой в том году. Вернее, в уходящем году. Я... Самый плохой, мерзко тебе думаешь, зачем я это сделала. Ой, ой, очень быстро, очень быстро. Я не помогла одной бабушке один раз. Она несла какую-то тележку, а я очень торопилась и весь день себя за это корила. Я думаю, с ней все в порядке, надеюсь. Нет. Что ж, я же с телевидения. Да. Я думаю, что она умерла там же. Возможно, да. Да, что ж. Из-за тебя. Живи с этим. Я постараюсь. Все, спасибо большое, я не буду тебя больше отвлекать. Ты классная, ребята, а пойду вести на сцену Артом что-нибудь. Хорошего вечера, мужу привет. Да, да, да. Нам нужно... Я понял только что, знаешь что? Нам нужно какое-то свое движение. А вот это вот? Ну, какое-то что-то вот... Какое-то наше... Нашей секты... Что ты делаешь-то? Муж же у тебя есть, что ты творишь? Для нашей секты какая-то должна быть... Фигня какая-то. В принципе, то, что мы сейчас сделали, это довольно сложно повторить. Это правда. Да. Будем это практиковать. Так, ЧП. Типичные вещи, которые могут помешать Сереже микрофон. Их две. Это еда и тепло. Матерь Божья, я поел и согрелся. А, я ничего не хочу больше вообще. Если мне сейчас скажут, чувак, смотри, а секс с двумя моделями со связыванием или сон, не скажу. А, где подушка? Нахрен это все? Ребята, сон для настоящих мужиков. Стараюсь не думать о сне. Сейчас, давайте уже, наверное, заканчивать. Ага. А, здравствуй. Здравствуй, я не люблю тебя. Люблю тебя. До свидания, спасибо. Нормально, это не так полезно знать, но приятно. Самый плохой поступок за прошлый год какой у тебя был? Мой. Самый плохой, стыдно тебе? Регулярная учеба в ВУЗе. Стыдно тебе за это, да? Ужасно стыдно, потому что ненавижу свою учебу в ВУЗе и ненавижу специальности, на которой учусь. Не учись? Зачем ты учишься на ней? Да, потому что деньги заплачены. Кем? Мной. Работаю и плачу. Зачем ты платишь? Зачем ты работаешь, чтобы платить за нелюбимую учебу? На нелюбимую специальность? Ты что? Я три курса платила, и вот четвертый задумалась о том, что платить уже не надо, но уже четвертый курс. Двадцать тысячи. Спасибо. А теперь я обнимаю ее, и я незаметно ухожу. Всю жизнь мечтал сказать, что ваше творчество нужно лучше делать. Хорошо. Ты будешь стараться? Нет. И не надо. Не надо. Поэтому все и так хавают. Быстро и плохо. Конечно. Молодец. Спасибо. Спасибо. Здорово. Всего хорошего. Имя? Леша. Род деятельности? Я студент. Самый плохой поступок за уходящий год? Я украл жвачку в магазине. Серьезно? Серьезно. О, ни хера себе. Я вообще сам в шоке. Ты к этому готовился, ты вынашивал план? У тебя был такой синий, на синем листе бумаги такой белым нарисованный план магазина? Ты делал на... На синем, на ниточками. Ниточками ты делал это? Да, 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 обязательно. Без этого никак. Что именно, какая жвачка была? Да была жвачка Орбит мятная. Вот я ее жую. Ты сейчас ее жуешь? Да. Так это только что произошло? Нет. Или ты просто растягиваешь? Нет, растягиваю. По праздникам? Я ее уже год жую. Сегодня праздник, да? Сегодня праздник. По праздникам жуешь? Ну ты мразь, конечно. Но... Блин, бывает. Я же не для осуждения у тебя спросила, да? Да, я знаю. Чуть-чуть для осуждения, конечно, но не для этого. Как думаешь, можно прожить год не накосячив? Нет. В России нет. А что ты России тут приплел? Ну, я не знаю. Просто захотелось, да? Захотелось, но мы в России живем здесь. И что? Ну и? Здесь все отлично, на самом деле. Ну вот, всякое бывает, конечно. Что? Далай-ла, мин? А? Неуверенный. Далай-ла. Просто Далай-ла. Тут есть попытка мудрости, но как бы мудрости нет. Тук-тук-тук. Мальчики. Привет. Здрасте. Алексей Щербаков? Нет. А тот без руки? Нет, у вас две руки. Хорошо. Ошибка. Бро, опять ты здесь? Так, стой. Внимание. Смотри, я обещал тебе песни. Обещал, да. Давай-ка прямо сейчас сделаем обложку альбома. Ну-ка, Валя. Чуть ниже. Не надо ничего изображать, просто будь собой, бро. Кайф. Я бы назвал этот альбом «Порочный пах». Порочный пах, бро. Талантливо. У тебя будет много поклонниц. Здравствуйте, говорю. Рядом с мной сатир. Блинец. Да, да, привет. Все, я обещал вам медийное лицо. Все, вали. Спасибо. Ты гринч-похититель Рождества? Я не знаю. Да. Да? Ты до сих пор так и не понял, кто ты, Сережа. Смотри, смотри. С того момента как раз мастерил. Смотри, камера включилась, ты не захотел уходить. Нарцисс, как и я. Молодец. Нам нужен зритель, да, чтобы было интересно жить? Да, факт, факт. Ты еще за стендапом здесь сегодня? Прикинь, да. Ты стендапер, разуме? А, ты пародируешься стендапера? Они просто перепутали. Они перепутали меня с другим носатым комиком. С кем? С тобой. Нас двое. Кстати, а, ребята, на ютубе должен быть интерактив. Типа, пишите комментарии. У кого больше нос, пожалуйста, пишите в комментариях. У Мезенцева, Сатира или Собчак? Собчак тоже комик, кстати, неплохой. Факт. Все, бро. Давай, не получилось у нас. Пятерочка, ну ладно. Вот, это был Сатир. Сатир очень классный. Мы с ним снимали кое-что, что не вышло. Я только и снимаю что-то, что не выходит. Твою мать! Бесит. Вот. Он очень профессионален. Невероятно профессионален. Человек ответственный. Все, ребята. Звезда была. Ребят, как смог, честно говоря, даже чудо, что я здесь умудрился что-то снять для вас. Я очень соскучился по Симу. Превозмогаю боль головного мозга, потому что играет панк-рок, мать его. Спасибо, Валя. Валя меня вообще не слышит. Спасибо вам. Я надеюсь, что вы, если сделали гадость, такую маленькую, а если большую, то искренне раскаиваетесь. Я вас люблю, Алабама. Что там я еще обычно говорю? Что-то меня приятно пахнет. Я перестал об этом говорить. Но ведь это так. Я хрип окончательно. Еще и вести пару часов здесь мероприятия. Я люблю вас, ребята. Оставайтесь с нами. Валя-корнадцать. 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 Откручиваем. Продолжение следует...